добрый день дорогие друзья мы с вами находимся в московском музее космонавтики меня зовут александр фарафонов сегодня хотел бы вам рассказать про транспортный корабль снабжения это военная пилотируемая программа которая была разработана в 70-е годы у нас на орбите просуществовали три долговременных орбитальных станций серии алмаз эта станция салют-2 салют-3 и салют-5 и космонавты которые работали на этих орбитальных станциях они выполняли двойственные задачи в том числе вели разведку съемки земли в 70-е годы владимир николаевич ломей главный конструктор принял участие в разработке принципиально нового грузового корабля который мог использоваться и в том числе в пилотируемом варианте для снабжения орбитальных станций доставки грузов этот корабль четыре раза успешно в полном масштабе слетал в космос он состоял конструктивно из возвращаемого аппарата один из возвращаемых аппаратов есть в нашем музее и функционально грузового блока общая масса корабля составляла почти 20 тонн и доставлялся корабль в космос помощью ракеты-носителя протон первый полет корабля проходил в автономном режиме без стыковки с орбитальной станции вторые испытания проходили со стыковкой с орбитальной станции салют 6 и 3 4 полет проходили уже по полномасштабной программе без правда без участия космонавтов они стыковались корабли с орбитальной станции салют 7 доставляли на борт научную аппаратуру грузы и после завершения научной программы корабль мог существовать космосе до 90 суток он отстыковался от орбитальной станции возвращаемый аппарат отделялся от функционально грузового блока включался твердотопливный тормозной двигатель который входил состав конструкции возвращаемого аппарата он выдавал тормозной импульс порядка 100 метров в секунду и корабль входил в плотные слои атмосферы на заданной высоте раскрывалась парашютная система и в момент посадки включались твердотопливные двигатели мягкой посадки которые тоже находились верхней части корабля лобовой теплозащитный экран не отстреливался во время посадки как это делается на кораблях союз и корабль проектировался для многоразового использования он имел толстый слой теплозащитного покрытия которая делалась из кременеземной ткани и фенол фардомиогидной смолы и после полета проходил специальную регламентной работы и мог использоваться до 10 раз но к сожалению в пилотированном варианте с космонавтами корабль так в космос и не слетал внутри возвращаемого аппарата вы можете увидеть три кресла для космонавтов они установлены параллельно не так как сделано корабле союз там они установлены веерно здесь они стоят в параллельной конфигурации внутренний объем возвращаемого аппарата намного больше чем на союзе под центральным креслом находится люк для перехода функциональный грузовой блок это вызывало большие споры потому что люк пришлось делать в самой теплонагруженной части возвращаемого аппарата когда он входит в плотные слои атмосферы со стороны днища самые высокие температуры и там находится переходной люк функционально грузовой блок во время старта корабля верхней части возвращаемого аппарата располагался твердотопливный двигатель системы аварийного спасения у меня к вам вопрос как вы думаете представлен ли этот твердотопливный двигатель на макете в нашем музее спасибо большое за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайки задавайте свои вопросы в комментариях и приходите в наш музей до встречи под ракетой